Ребята, привет! С вами Игнат. Начинаем новый влог. В самом начале по традиции вы знаете, что я прошу сделать. Лайкнуть видео, подписаться, если не подписаны и написать комментарий какой-нибудь по мере просмотра. В общем, я сижу, заливаю. У меня сегодня всю ночь видосы заливались на рутуб. 21 год осталось немного залить и я сижу, смотрю на эти видосы, где мы только не были, где я только не был, мы только не были. Мы с девчонками в таких деревнях были, в таких селах были. Соляное, там, вся, мы столько вылазок. 21 год был такой насыщенный, это было что-то с чем-то. Там столько всего. Я прям сижу и дивую, думаю, неужели вот это вот все столько я наснимал за одно лето. О, запало было. А сейчас не столько запало осталось. Возраст, что ли, я не знаю. В общем, по превьюшкам. У меня отдельно превьюшки, отдельно видосы лежат на жестких дисках. Превьюшки, это которые вот эти картинки первые. И по превьюшкам я нашел, что двух роликов почему-то у меня не хватает. Я не знаю, куда они делись. Может они в каких-то других годах или в других каких-то папках. Там у меня есть папка Крым, Влог, Россия. Где они, не знаю. Я вроде как посмотрел. Короче, двух роликов не дошел, не нашел. Когда первый ролик из семьи, за когда мы приехали, я с Аполлинарией встретился. И второй ролик, когда только залили пляж, засыпали, открыли. И первое мое впечатление от этого пляжа, смотрю картинка есть, а ролика нет. Думаю, е-мое, куда делась. Надо как-то их скачать с ютуба, чтобы все равно хоть в каком-то качестве, но они лежали в архиве. Вот. Потом еще я тут наводил порядки на жестких дисках. И в старом своем ноутбуке в Самсунге, знаете, что обнаружил? У меня там, я какое-то время даже хранил все полеты с квадрокоптера. Потому что, ну, думал, мало ли где они мне пригодятся. Потом они так много места занимали. Я думаю, ну, что я буду старыми полетами пользоваться, что ли, если могу и полетать. Да, кто знал, что, во-первых, вообще квадрики, два квадрика утонет. А сейчас вообще летать нельзя. Так вот, ну, мне, честно говоря, их негде было хранить. Но, вы представляете, у меня и даже из Питера полеты остались. Это там на старом ноутбуке. И из Семейза остались. Я сейчас ставлю, так что в самом начале лайк мне за то, что я нашел. Я и когда увидел эти полеты старые, я так обрадовался. Ой, короче, смотрите, полеты. Это, наверное, семнадцатый год. И семнадцатый, и восемнадцатый. Субтитры сделал DimaTorzok. Как вам? Уже только за это, по-моему, надо лайк поставить, за то, что я это нашел, за то, что я вообще это не удалил. Сейчас иду фотографировать ребят на набережную. Мы встречаемся на аллее, пофотографируемся на панее, пофотографируемся на пляже. Не знаю, если будет еще силы, сходим, может, в Лигу морскую. Потому что, да, наверное, панее, пляж и Лигу морскую. Потому что, честно говоря, даже, как сказать, такие спортивные молодые люди иногда бывают. Ну, даже и у них, как сказать, кажется, да, что час, это так, ну, что час? Надо два или три. Но на самом деле люди устают даже за час съемки. Я понимаю, если вы это, знаете, там все в одном месте. А когда я начинаю таскать по Семеизу или по Гурзуфу или еще где-то. Вот, кстати, я недавно в Гурзуфе ребят фотографировал. И они молодцы. Я их так много провел. Все, все, все выдержали. Вот. И некоторые ребята, ну, прям, особенно, когда с детьми. Если с детьми, то это точно. Только пляж и панее. Все. Больше детей ни на что не хватает. Вот. Ну, посмотрим, как они будут. Потому что некоторые, говорю, что впервые видят эти горки, все эти наши спуски и подъемы. И, конечно, они в шоке от этого. И ходить по ним, ну, это надо время, чтобы привыкнуть к ним. Короче, сейчас на лее сфотографирую, на панели, на пляже точно. И, может быть, до Лиги дойдем. Вот. Возьму с собой камеру, покажу вам. На улице хорошо. Уже не тридцать. На горах, смотрите, что. Приходили эти смыски, что будет Армагеддон. По громкоговорителям опять говорили, что будет Армагеддон. Может быть, где-то здесь хорошо. Главное, чтобы нам успеть пофоткаться. Потом же хоть Армагеддон. Котик под ногами. Хоть не Армагеддон. Уже пофигу. Что там будет? Дождь, не дождь. Все уже такое, знаете, осеннее спокойствие. Тишина прям. Машин мало. Ну, там внизу-то есть. А тут еще такой, это, ветерок только свежий. Тут уже тоже тихо. Красота. Вон, возле столовой семьи из машин сколько парковочку сделали на территории. Прикольно. Тут-то ли там вообще. Вообще даже непонятно, как разъезжаются машины. Все друг на друге. А так, вон сколько стоит. Время без пяти. Я вовремя. Время без пяти. Время без пяти. только я вот ребят не видел в глаза и на фотографиях не видел надеюсь они меня видели надеюсь они меня знают и подойдут потому что я не видел мы в телеграме переписывались там нет у них фоток мы уже до пляжа дошли уже тут путаемся синист как всегда я вот у них где упасть я за ты фоткаю и снимаем он ребята сейчас на лиге морской будем я вам покажу познакомлю знакомьтесь представьтесь роман наталья ребята из донецка мы так хорошо прогулялись ребята вчера приехали сколько по времени вы добирались донецка часов 11 около и больше 10 это точно а расскажите подписчикам на чем добирались забирались на микроавтобусе mercedes 8 местным бусики тебя да на бусики приятный водитель на этой нас на программ переходе ожидал как говорится а сама 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 ребята меня приятно удивила цена ну да цена цена сколько три с половиной три с половиной представляете я говорю да за три с половиной на новый год не грех приехать если они будут каша возить они а вне сезон автобус может может и ездить автобусный и бусики они могут быть сезон а ну на у него не будет клиентов ну да 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 и в сочи вы говорили в прошлом году ездили тоже же недорогая дорога обошлась в этом а в этом году ездили 4 тысячи представляете тоже на таком же перевозчике красота все мы пофотографировались ребятам хорошо отдохнуть а влог уже дома посмотрите фотографии фотографии как раз вас тоже догонят уже дом я подписан на на влог на твой и на официальный на ютубе канал там и там ну как бы херного что ютуб конечно так не работает только с юпиеном но кое-как смотрим конечно но у вас это тупит не тупит нормально? тупит! с юпиеном да с юпиеном работает но тупит я вчера и сегодня уже стал на этот загружать меня часто спрашивают про рутуб я тоже не люблю но знаете старшее поколение кому удобно они же vpn эти не могут пользоваться ой вон люди сзади рутуб конечно не знаю но вк видео рутуб да да вк видео я тоже выкладываю но просто видимо он предустановлен и в телевизорах сейчас рутуб и старшему поколению видимо удобнее смотреть рутуб я думаю ну чего я потеряю я пароль и все вспомнил от него нашел и короче еще и рутуб гружу ну что значит подпишусь на тебя и буду в клубе ну все привет себе из прошлого ну все мы пошли фотографироваться у нас сикхвоя и мы в принципе и закончили котик котик так куда нам идти туда сейчас вот туда и увидите ее все мы разошлись приятные ребята я выяснил куда делись конфеты авк донецк оказывается фабрика переименовалась они мне сказали сфотографируют потом вышлет как они теперь называют как они выглядят прогулялись здравствуйте лондра короче прогулялись пофотографировались вот такие дороги все бегу домой завтра в Севастополь надо ехать короче угрожали, угрожали что дождь будет и где он просто говорят за Крым Крым-то большой красота покажу, какое здесь море полуночницы эти смотрите, какая розова пошла здесь вон как красиво горы ребят, а теперь после улицы Семиза давайте вернемся немножечко назад 4, 5 и 8 сентября что-то как-то я прохлопал и в прошлый влог это не вставил потому что он был длинным а я наснимал много и вставлю теперь в этот влог давайте вернемся в прошлое ребят, доброе утро нежданно, негаданно еду я сейчас в Левадию позвонили утром ребята и говорят, что а вы бы не могли прямо сейчас приехать в Ялту пофотографировать я говорю ну в принципе могу но не прямо сейчас я говорю а что у вас случилось почему такая срочность фотосессию говорю хотите просто где-то на набережной велосипеде или что-то еще они говорят что типа вчера была свадьба у них и из-за того что шел дождь фотограф переложил фотосессию на сегодняшний день из-за дождя я под дождем под зонтом фотографировал молодых они правда мокрые были но мы ожидали моменты когда дождь прекращался и фотографировались потому что когда тучи очень красивый свет этот ну не знаю парень или девушка уж там не буду врать из-за дождя сославшись на дождь не захотел их фотографировать сегодня на утро на 9 утра говорит отложили фотосессию и типа утром еще был на связи а в 9 утра говорит позвонили и сказали ну позвонила допустим или позвонил не знаю и сказал что заболел говорит представляете вот еще час назад все нормально было собирался фотографировать а сейчас заболел я говорю ну бывает в общем ну я говорю я тоже с утра вот прям так они уже собрались я так понимаю и на визаж сходили и все и все ну фотосессия свадебная перенесенная тем более я говорю прямо сейчас я тоже не смогу и прямо сейчас и не надо потому что время уже подходило когда они позвонили ну как утром они первый раз позвонили в 10 и сказали вы можете прямо сейчас прямо сейчас вот я не мог потому что я во-первых не в Ялте во-вторых я говорю давайте ну через какое-то время смогу вот прямо сейчас нет не могу такого не бывает что прямо сейчас мне элементарно проверить камеры заряжены или нет если не заряжены хотя бы подзарядить вот я говорю через какое-то время смогу и они мне перезванивают уже где-то часов в 11 И говорят, Игнату сильно выручите, и рассказали эту историю. Я говорю, ну давайте тогда уже ни нашим, ни вашим к двум, потому что сейчас самое страшное солнце, вы все равно уже все будете, ну вы уже все равно не фотографируете. Я говорю, так если я сейчас буду торопиться, еще что-нибудь забуду, пока я доеду, и вы будете ждать на нервах. Я говорю, давайте на 2 часа договоримся, там в Ливадийском дворце, в принципе, пофотографироваться можно и в тени дворца, и я с собой вспышку эту новую возьму, и пофиг там какое время, чтобы солнца над головой не было. А там уже пофотографируемся, говорю, и поедем фотографироваться в Семис, они хотят на фоне моря, на фоне гор, и как раз говорю, там уже солнышко будет опускаться, и поедем дальше фотографироваться. Как они меня благодарили. Ну а я что, проверил все сейчас, подзарядил, у меня было время, фотоаппарат практически заряженный был, но все же. Второй аккумулятор на всякий случай взял, короче, собираюсь. Еще не умывался, ой, жарко. Такие пироги, нежданно, негаданно. Вот, свадьбу поеду фотографировать, и я еще, знаете, когда оплачивал рекламу в Авито, такой думаю, блин, она работает, она не работает. Если даже одна свадьба придет оттуда, то это будет оправдано, по вам, оправдано. Ну что, ребят, я тут, в Ливаде, у меня 15 минут до нашей встречи, я ускоряюсь. Сейчас убираю камеру, господи, я сложил в этот маленький рюкзакчок, маленькую камеру, маленькую эту вспышку, синхронизатор. Какой кайф, зеркалки такие тяжелые. Там южнобережная, там больница. А еще я иду, а запах после дождя, вы бы знали. Как тут пахнет, офигеть, лесом. Вкусно. И причем я хочу заметить, что уже пахнет осенним лесом. Все уже краснеет, желтеет. Вот так в сентябре понеслась. Хух, надо сейчас отзвониться. Походу я на 5 минут немножко задерживаюсь. Ой, какой же запах. Я уже близко, но все же опаздываю. Сейчас без одной минуты. Надо, наверное, доставать телефон и позвонить. Вон Ялту видно. Хух, жарко. Я бегу еще, душно. Я бегу. Все, я позвонил. Вот уже и поворот на Ливаде. Немножко уже, и я внизу, у дворца. Я вот тут фотографировал свадьбу одну. Смотрите, что-то красивое такое цветет наверху. А знаете почему? Вот тут на крыльце, это органный зал. Фотографировал, потому что ЗАГС теперь вот это. Вернее, коридор вот в этом ЗАГСе. В этом здании теперь ЗАГС. И я вот тут всех поставил на крыльцо, и как будто вот это такой красивый ЗАГС. Так, ну что, я на месте. Центр Ливадии. Мы уже в Семеизе фотографируемся. Тарелки переодевались вон на Веста. Все, я дома. Мы фотографировались в Ливадийском. В Семеизе. Потом поехали на трассу, где свадьбы фотографируют на Старой Севастопольское шоссе. Я говорю, ну коль мы уже здесь, мы еще и захватим и Фаровскую церковь. И еще и на Фаровской церкви были. Вот такие, короче, у нас сегодня были съемочки. Время 9 час. Вот. Помните, где-то уже месяц назад, наверное, я с Волной снимали ролик. Мы с Волной снимали ролик. Сейчас я вставлю анонс. На днях уже будет этот ролик. В комментариях оставлю группу. Не забыть мне ее там оставить на ВК Волны. Вот. Вот он, этот ролик. Рад приветствовать вас на ресурсах Волны. Сегодня мы находимся в Семеизе. Будем замерять скорость мобильного интернета. Появился новый ресурс у Яндекса. Называется интернетометр. Я думаю, это хороший результат. Давайте замерим скорость интернета на вашем телефоне. На самом деле, я вообще где бы не ездила, а нормально ездила бы. Ну, средняя скорость 23 мегабит в секунду. Вот такая майка. Им пригодится. Очень нужная штука. О, давайте сейчас примерю. Ну что, подарки мы все раздали. Вот такие результаты у нас получились. И я тут Чилю. А оказывается, грибочки, смотрите, еще парят. Какой-то пар от них исходит. Я был в грузовике. И теперь я в Ялке. Второй раз за все лето. Ну, уже, считай, осень. Первый раз за осень здесь. В ночной Ялте. Ну, раз летом побывал, раз осенью. И то хорошо. Хочу по той улице пройти. Там вроде обновили. Раньше кольца какие-то висели. Другие гирлянды повесили. Пойдем туда тоже пройдем. Ну, вот эти вот витрины, конечно, напрашиваются не мида, а какая-нибудь дизайнерская одежда. Руссийских дизайнеров. Так, ну и обновленная гирлянда какая-то сверху. Сейчас посмотрим на нее. Тут же какие-то кольца были разноцветные. Ну, а теперь просто новогодние. Ну, ничего так. Яхточки шатаются, качаются на волнах. Там какие-то представления идут. Говорят, что гоняют сейчас. Но мне все равно молодежь выступает. Но туда мы не пойдем, потому что сейчас за мной заедут яхты показать, как покачиваются. Ребята, добрый день. Я вчера вернулся из Гурзуфа. Позавчера была свадьба. Я вернулся в час ночи. И у меня было тут радостное событие. Дело в том, что на днях... Я же снимал, по-моему, что-то у меня уже все, шарики за ролики. Что я снимал, что я не снимал. Запамятовал. В общем, я менял батарейку в ноуте. И она почему-то не хотела дружиться с ноутбуком. Она как бы была там в ноутбуке, но она не заряжалась. Вот. Я уже позвонил снова мастеру, говорю, давай что-нибудь посмотрим. Как-нибудь ее надо подружить с ноутом, как-то ее надо оживить. И вы представляете, вчера, приехав в час ночи домой, думаю, а мы на сегодня договорились встретиться. Приехав вчера, ну, домой, уже сегодня, вернее, я думаю, дай я еще раз проверю, втыкаю, он заряжается. Тьфу-тьфу-тьфу. Стал ноутбук заряжаться. Теперь самое главное, чтобы батарейка нормально все с ней было, чтобы она принялась ноутбуком. Я не знаю, как это сказать. Короче, вот. Такие дела. Сажусь делать фотографии, сажусь делать... Надо будет свадьбу делать. Вчера работали в паре с фотографом. Мы уже, ну, не первый раз вместе работали. И заговорили про свадьбу. Он мне показывал свою вспышку. Я говорю, я тоже для свадьбы купил АД-100 вспышку. Он тоже годексовской пользуется, но попроще. Ну и что-то слово за слово. И он говорит, а что ты решил поменять вспышку? Я говорю, ну вот у меня был такой случай на свадьбе, что в этом новом ЗАГСе она взяла и отказала, перегрелась. Ну и говорю, как бы, чтобы не было такого. Это все-таки такое мероприятие, которое не переснимешь. Ну там, если мы гуляем по парку, и вспышка не сработала, но она заработает, остынет и заработает через 10 минут, да? Через 5 минут. А в ЗАГСе-то ждать не будут. Вот. Ну и говорю, упали деньги там с Ютуба. В общем, купил себе вспышечку. И он такой говорит, он чуть-чуть постарше меня. Я, говорит, поэтому свадьбы и боюсь фотографировать, потому что это ответственность. А если, говорит, что-нибудь то, а если что-нибудь то? Я говорю, ну так-то да. Некоторые люди, видите, я себя поймал на мысли потом, когда уже ехал домой, что некоторые люди, типа, берут эту ответственность не осознавая, и потом госячат. А некоторые люди, наоборот, боятся ответственности. Они это осознают и боятся, и не берутся вообще за это. Вот такие вот пироги, вот такие вот наблюдения. У меня сегодня большая стирка. Большая стирка. Снял постельное, полотенце. Все поставил на 95 градусов. Короче, колбасится. И еще, у меня еще 3 сентября должен был прийти жесткий диск, чтобы я туда скачал все. Сегодня уже 6 сентября. Уже на 3 дня что-то задерживаются. Обычно Валберрис раньше все доставляет. И вот теперь меня терзает смутность за сомнение, что там за диск мне такой идет, что он так долго идет. А он уже оплачен. Не SSD, а жесткий диск. Вот. Что еще, что еще. Надо пылесосить сегодня опять. Пылища везде. Прям смотрю на стенку. Конкретно уже пыль. Сегодня буду полы мыть. Сейчас постираю белье, повешу его. Буду полы мыть, пылесосить. Хочу в горы, не могу. Надо как-то выбраться и в горы сходить. С Никитосом. Ну что, ребят, я пропылесосил. Несмотря на то, что вывод на фильтр, видите, все равно все в пыли. У меня мама же такой же в Белоруссии пылесос. И она научилась им мыть по Ютубу. Мыть ковры. Купила шампунь, они с Виталиком купили. И они ковер один отмыли, который хотели выкидывать. Они думали, что на нем дырка, а он просто так немножко подзатерся. Так, вот здесь я уже все пропылесосил. Я везде все пропылесосил. И здесь, и в комнате. И пропылесосил плед. И пропылесосил немножко диван. Показываю результаты. Так, тут у меня небольшое такое пыль вытирал. Короче, я в шоке. Вода опять черная. Сейчас заглянем сюда. А здесь, наверное... Как показать-то? Да, здесь опять войлок. Смотрите, сколько здесь на стенках собирается. Ах, жесть. Белье вешаю, дети во дворе играют. Гуси, гуси, га-га-га. Есть хотите, да-да-да. Слышите? Ну, летите. Что-то кто-то орет. Да-да-да, кто-то орет. Есть хотите? Нет-нет-нет. Тут у меня, ребят, гороховый суп варится. Вы не поверите, но я это сделал. Я убрался. Постирал. Повешал. Почему я сюда ушел, там темень у меня, белье сохнет на балконе. В общем, я еще, знаете, что хотел вам рассказать? Про свадьбу, которую я фотографировал. Я, по-моему, вам говорил, что какой-то ялтинский фотограф, они фотографировались накануне. И договорились фотографироваться в парке. Но так как на следующий день был дождь, они перенесли, ой, господи, как в тот день был дождь, они перенесли на следующий день. Хотя вот я вспоминаю, я этим летом фотографировал ребят, мы прям выжидали такие окошки, когда... А я же снимал, вам во влоге показывал. Мы выжидали такие окошки, и когда так более-менее не было дождя, мы фотографировались. Я говорю наоборот, когда дождь, когда туча, такой мягкий, красивый свет, у нас такие крутые фотки получились, да, конечно, там мы немножко промокли, но мы знали, что будет дождь, у меня был с собой дождевик, у нас были с собой зонты, и вообще все окей. Но самый прикол, что, ну ладно, там, не все, допустим, так согласятся, может быть, и молодым тоже она говорит, что и мы промокли. Всякое бывает. Ну вот, у меня были молодые, что... Ну, им пофиг было. Чуть-чуть намокли, ну, даже не чуть-чуть, конкретно мы намокли в тот день, когда под дождем фотографировались. Вот. Понятно, что все мы разные, кто-то кому-то некомфортно, кому-то комфортно под дождем фотографироваться, но они договорились на следующий день. Молодые приехали из Нижнего Новгорода. Я же был в Нижнем Новгороде, помните, у меня ролики есть на основном канале оттуда. И, в общем, они приехали из Нижнего Новгорода, здесь расписались, а здесь расписались они из-за того, чтобы увезти из Ялты свадебные фотографии. Мне невеста говорит, Оля ее зовут, Оля и муж Евгений. Она говорит, ты не представляешь, мы на следующий день, она вызвала опять визажиста, договаривались на 9 утра. У нее прическа, у нее визажист, у нее все вот это вот подготовка. И звонит фотограф и говорит, что она заболела. Прям вот еще буквально она говорит, мы час назад созванивались, все было хорошо, через час даже не она, а муж позвонил. Муж сказал, что она заболела. А самый прикол говорит, что они даже свадьбу переносили из-за того, что у этого фотографа один раз объектив что-то там разбился. Как уж они умудрились ЗАГС перенести. Ну ладно, это уже 10-е. Но факт в том, что эта невеста уже второй день из-за фотографии сидит на макияже, на прическе. И уже остался час до встречи. Они созванивались за два часа, что-то опять за час созваниваются. А, не, муж позвонил за час до встречи и сказал, что она заболела. Это как-то так по-детски? Я не знаю. Мне кажется, это вот опять-таки, как мне этот фотограф-то, с которым мы в грузуфе работали, он говорит, свадьбу не могу фотографировать, потому что это ответственность, что там вспышки могут быть, как ты рассказал, и еще что-то может быть, как ты рассказал. А вот это вот позвонить молодым, который, она же наверняка знала, что они приехали из Нижнего Новгорода из-за фотографии. Второй день, зная, что она сидит на макияже и на прическе, и просто сказать, что я заболела, и то не сама даже, а через мужа. Блин, это такое... Ужас! Я, конечно, ничего не говорю, всякое бывает. Ну, действительно могла заболеть, но, скорее всего, я бы, наверное, даже с температурой поперся бы. Кипец! Я бы так не смог молодым сказать. Мы так пофотографировались! Я от этой съемки прям кайфанул. Знаете почему? Потому что не было, как обычно, там, миллиард гостей. Хотя гости тоже прикольно, когда разбавляются. Но тут конкретно, понимаете, мы были только... Я, ну, я, они, ну, их трое было, еще девочка маленькая. О, как мы угорали с девочкой! Мы в семье заезжали на море фотографироваться. А невеста, она была с прической. Она сперва в одном платье была, потом переодела другое платье. У нее такой красивый подъюбник был, сверху шлейф. А какая-то женщина там на пляже, ээээ... как сказать... Короче, невеста уже сменила попроще платье на себя надела и такой красивый у нее шлейф-подъюбник. Ну, вот, как... Я не знаю, как эта ткань называется, из чего фатата делается свадебная. Субтитры создавал и на дочке тоже такое с платья маленькая невеста была. Какая-то женщина загорала, а ребенка... Ну, эта девочка-то такая шепотная, и она... Ребенка вы тоже, где-то украли как тюль с окна. Чего к чему? Люди приехали на фотосессию, два образа смеила было, да, а вот видите, какие люди, вот, надо своих пять копеек вставить, ущипнуть. Ну, и, в общем, это мы в Семизи пофотались, и потом после этого поехали на Старое Севастопольское, после Старого Севастопольского, я говорю, один хрен мы уже здесь, поехали, а они не видели, не были ни там, ни на Форусском храме. Говорю, поехали еще в Форусском храме, вам покажу пару фоток там сделают, говорю, даже если мы уже не успеем по свету, ну, во-первых, есть вспышка, во-вторых, есть просто, вы увидите, какая-то красота, если бы там не были. И что вы думаете, мы пока ехали, а они такие говорят, переглянулись, говорят, а мы же через год хотим приехать и еще типа обвенчаться. И они узнали все там насчет венчания. На следующий год мы снова встречаемся, и я буду фотографировать венчание. Вот такие пироги. Сейчас такой был ливень. Просто светопредставление. Загромахало все, вниз палило, а я оделся и собрался идти в Валберес. Я сходил в Валберес, забрал жесткий диск. Короче, это у меня будет хранилище. Я же ролики говорил, что все храню и все забито. Чтобы ввести этот YouTube, какие-то раты вечно на всякие жесткие диски, еще на что-то. Короче, вот такой вот диск. Какой-то он резиновый. В резиновом таком это короче, коробочка с диском и в резиновой штучке, чтобы, видимо, не долбануть его. А у меня старый ноутбук есть. И он тоже весь забит. У меня все забито. Вы понимаете? А тут этот рабочий ноутбук, он прям был забит до отказа фотографиями, хотя там 500 гигов. Даже это шел долго. Должен был прийти еще 29 августа, а сегодня 7. Ну, а они там переносили. Внешний жесткий диск Gen1 USB 2.0 он на 2 терабайта. И вот шнурик от него. Вот, короче, брал с собой камеру, но так как там дождь, я нифига не снимал. Дождь и ветер. Сейчас не хотел в рюкзак залазить. Все. Сажусь собирать архив в кучу. Я тут музыку сижу, слушаю. Короче, разобрался я со своим архивом новым. Загрузил все с ноутбука, с нового, со старого, разложил все по папочкам. Я, ребят, с архивами разобрался, и для тех, кто просит рутуб ввести, скорее всего, я найду, потому что мне присылали уже и влоговый, и основной канал. Найду их, найду от них пароли и загружу туда тоже все. Да пускай будет везде. Хрен его знает. Я, когда в 22-м году завел рутуб, я его завел где-то, наверное, 26-го февраля, может быть, а может быть и чуть-чуть попозже, но я его завел с тем, у меня какой-то была чуйка какая-то была, что надо его заводить. И вот, сейчас говорят те, кто это смотрят ролики на телевизорах, рутуб там типа в приложениях есть, хотя и в ВК. Я вам, когда жил у Димы, я на телевизор установил ВК видео и смотрел оттуда тупые передачи. Ладно, я думаю, что от меня не убудет, если я еще и на рутуб буду загружать. Ну что, ребят, для тех, кто просил рутуб, я от этого рутуба, даже от одного канала, здесь был Игнат Солошенко, восстановил пароли, почему-то я вообще их забыл, слава Богу, угадал с ящиком почтовым. Вот. И загружаю, сейчас подгружаю ролики. Хочу загрузить 21 год, 20, нет, 21, 22, 23, 24 буду грузить, все. Не знаю, как это долго, я помню, что здесь такая долгая модерация была, и так все это долго делалось. Ну вот, я поставил два ролика загружать, пускай грузятся. Ребят, я в Гончарном, блин, машины поехали. Тут, короче, сейчас поднимусь на озеро, покажу, как красиво, какое красивое небо, и сверчки, тут такие сверчки, слышите? Сейчас машины проедут. Вон, какое небо. Ой, красота. А тут вот такая как дамба, и там озеро. Сейчас я поднимусь туда. Я был в Севастополе, но в Севастополе я ничего не снимал, потому что там нельзя снимать. Мы встречались с Бюки Сарочкой, и Бюки Сарочку я тоже забыл снять. Так, вот она, гончарное озеро. Но я сюда поднимался не из-за озера, потому что его плохо видно, а из-за неба. которое видно чудеснейшим образом. Просто картина маслом. Очень красиво. А еще такая комфортная температура. Не жарко, не холодно. Где-то, наверное, градусов 20, я думаю, может быть, чуть-чуть побольше. Просто кайф. Сверчки сверчат. кайф. Я всю сантехнику мою Доместосом. Я купил еще весной, прикиньте, ну вот он у меня заканчивается. Мне как раз надо, мне надо купить все, мне надо купить и Доместос, и чистящие. На днях поеду без цен, и очищу кружки свои. Сегодня это, проснулся, смотрю у меня комментарии на ютубе, на влоге, о том, что я сижу без майки, а это не ковильфо. Мне когда такие комментарии попадаются, я такой, ну да, ну да. У меня даже были такие комментарии, пару раз точно были, и вот из таких, которые мне явно врезался в голову, это влог называется «С Димой и с Ильей пошли на пляж Семеиза». Тогда еще на квадрике можно было летать. Я летал на квадрике, мы нырялись снова с камерами, что вы думали мне написали? С голым торсом, действительно, с голым торсом, на пляже. Это же, это же непостижимо уму, уму непостижимо. Ой, тут так же мне про это не ковильфо. Это, знаете, из разряда того, что вы поживите в 40-градусной жаре на юге, потом все лето, не так, как приезжают люди на две недели, а все лето. А потом пишите, камельфо это или не камельфо. Я же вам говорил, что я скачал все союзы с первого, с первого, оказывается, там даже первый есть, и до каких-то вот уже 20-х годов, я даже не знал, что до сих пор эти сборники союз выпускаются. Сейчас, думаю, закину на карты. У меня вот два девайса апокалипсиса, если вдруг интернета не будет, радио с флешкой и телефон. И я думал, что там гигов 10 в музыке, а у меня тут стоят 32-гиговые карточки, и они забиты, то есть музыки здесь 30 гигов накачано. Охренеть. Есть две карты на 64, сейчас буду менять на 64 гигабайта. Надеюсь, поддерживает и то, и то устройство 64 гигабайта. У меня тут, ребята, сутчик готовится. Сейчас покажу с тушенкой. Иван спиннер свой нашел, кручу с тушеночкой. Потом чаечек завариваю. Кружки мне написал кто-то из парней, типа, ты чего такая грязная кружка? А у меня, ребят, реально нету чистящего средства. Я сам смотрю, я как пытаюсь и фэри оттираю, но она все равно чай так красит. Представляете, химозаж, наверное. Еще чай, вон какой, тоже так себе. Надо до бесцены доехать и купить нормальный чай. Вот, я знаю, у меня нету чистящего, надо до бесцены доехать и купить чистящего. Ну, что, ребят, качаю я, смотрите, у меня было, у меня было 30 гигов почти музыки. Сейчас будет, 40 гигов. Союз, смотрите, есть даже Союз 5, Союз 6, Союз 1. Хотите посмотреть, что у нас Союз 1? Дюна, привет с большого бодуна. Так, а у меня звук отключен. Я говорю, мы, наверное, даже и знали, мы, у нас были эти сборники, и у меня вот все-таки на бобинах были, но мы не знали, что это Союзы, скорее всего. Александр Эйвазов, Белая магия. Много песен я вообще даже и не слышал. А так для разнообразия для разнообразия сейчас еще так, Союз, Союз, Союз 10, Союз 5, вот Союз 48 даже есть. Вон, Кайметов, Озеро Надежды, наверное, Пугачева, Шура-ла-ла, но это еще не Шура, Шужи тогда еще не было. Наташка, что это? Королева, наверное. А, Романов, не знаю. Вот, короче, я вот так вот, когда готовлю на кухне, теперь у меня и было накачано всякой музыки, фигово туча, А теперь ее вообще дофига, я включаю. Вот, пожалуйста, Ветлицкая. Анжелика, кто это такая? Микси Плей. Не слышал даже такую. Под шум дождя что-то знакомое. Александр Барыкин. Наша любовь. Блондиной. Доктор Петров. А, это Сенчукова должна быть. Ставь на рецепт. Здесь еще есть скрины, кассет. Есть скрины компакт-дисков. прикольно я очень долго это искал так это союз 10 93 год а вот союз 5 смотрите он вообще а я его открывал тут он короче у кого-то на бобине был вот у моей тетки бобинек был мы слушали меня такое ощущение что скорее всего мы это тоже союза слушали но говорю просто мы не знали о том что это союза союз 2 вот союз 2 да тоже на 91 год мои девчонки вот помню эту песню конечно что еще тут дюна старый сарай а студию вторая часть чё тут вот та вторая сторона я так подозреваю виктор королёв помню что такое наталья синчукова хочу смеяться половина говорю я тут даже может быть в детстве слышал чё это в девяносто первом году я в третьем классе был так союз 11 тут уже женька где-то мне попадалось знаете в каком союзе органическая леди я вспомнил я ее даже и забыть забыл уже все эти арка мгк группа тоже группа мгк помню я тоже он вода дэнс девочка ночь ника певица помню какая она популярная раньше была фея так а где же этот сейчас и найду он 2001 год ну вот это уже современный ног тоже знаете когда что-то готовишь она там хреначит все так союз 5 союз 2 союз 1 союз 2 открывал да открывал блин где-то вот здесь был совершить что ли вот тебе фотография 9 на 12 мальчишка привет дружок я вижу ты устал тебе не нужен рок и надоел металл чтоб легче был твой груз и чтоб ты не забил послушать наш союз подиже на базе прикольно рекламы такие у них были евгений осин хуторянка вот я вчера слушал детстве терпеть не мог а вчера прям послушал ее прям аж в пляс хочется королева какая-то так реги 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 в начинку пресняков вот тебе кайметов есть и так 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 две дианы что за две дианы не знаю такую песню вот те два кусочка колбаски на тот момент новая песня на сборнике была представляете какая прелесть блин ну где же это сейчас я найду союз 11 что это такое будь моей красивые слова не суди и не судим будешь авсиенко тоже с детства эту песню не слышал а увидел название вспомнил сразу и так 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 буду всем слушать наверняка и королева есть так союз 8 что у нас тут кармен девочка ночь а но мы союз 8 только что смотрели союз 28 так это новые союз 4 мальчик не дотрога ну-ка что за мальчик не дотрога да что-то помню такое а это не это случайно лена 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 как ее романова лена-то раньше зосимова было мне наверно тогда еще не было если это союз 4 92 года зосимови тогда еще не было союз 9 что у нас тут на союзе 9 твои глаза прошло как тяжело ого эту песню тоже с детства не слышал так вот она картинка этой кассеты союз 9 тепереча 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 я даже сюда не заглядывал союз 9 прикольно так это все на вьё на вьё вот союз 17 вот это уже кассеты у нас были таня буланова это наверное 96 или 97 эти союзы я наизусть знаю союза с 14 все союзы я знаю наизусть я поэтому их и хотел чтобы вспоминать эту музыку из детства о союз 3 смотрите кто танцует морячка наверно же это это газманов да на тот момент прикиньте новая песня 91 год вон реклама наверно бэд рашинс это кармэнжи ну короче много чего а дождь что за дождь уфа уже не знаю как так ну ка сейчас я еще и старых ребята посмотрю союз 27 вот союз 15 тоже его очень хорошо помню на союзе 14 или 15 я помню сэра была потом мгк тоже группа была я по тебе скучаю ну-ка чё это такое синчакова диана вот уже была на союзе 15 95 сколько еще лет так она если ей в рефлекс 31 был когда они создали то наверное ей ну чуть за 20 летите ангел-хранитель обычные дела валерия вот наверное тоже 100 лет эту песню не слышал скрип колеса так сейчас еще посмотрим союз 18 этот союз я тоже очень хорошо помню л-43 союз 13 вот союз 13 не помню такого стюардессы это пресняков наверное на блестящем коне шансонетка вот эту песню я тоже с детства не слышал прикольно ну короче ребят мальчик бродяга девяносто девяносто четвертый год губин уже был в общем к походу в горы на длительный срок главное чтобы пауэрбанки были я готов или к тому что отключат интернет и не будет доступа к яндекс музыке 40 гигов это уже до хрена я все перекачал ребята я обломался нет ни этот приемник ни телефон не поддерживает флешки на 64 гига а у меня 28 гигов я вот сейчас сидел смотрел 28 гигов а флешка но она не 32 она 30 показывает и что туда удалить я ничего не хочу удалить я хочу все песни надо наверное если прям все песни не входят в эти старые телефоны надо на 128 гигов или на 60 а у меня есть на 64 вставить в этот телефон там у меня две блин сим-карты мне надо выбирать или две сим-карты или одна сим-карта и флешка жалко что и телефоны этот не поддерживают 64 хотя бы я так надеялся так надеялся перекачал думал как я буду слушать когда куда-нибудь в сочи или еще куда-нибудь поеду послушал вот а по поводу того что я раздеты ребят просто жарко жарко в квартире летом очень жарко и вот сейчас вы хоть погода уже испала и немножечко стало посвежее но все равно жарко не представляете я как-то снимал таймлапс как я убирался я почему не доснял эту эту всю уборку потому что я весь мокрый ну вот ну ничего скоро придет зима я еще знаете что недавно осознал что я здесь уже в этой квартире 7 месяцев живу 7 месяцев 7 месяцев пролетело вообще как не знаю как месяц охренеть какое-то какие волны на море кстати сильные вот такие пироги теперь я все назад вернул на 32 гиговую флешку сейчас буду понемножечку как-то добавлять эти старые союзы хочется все и сразу но все и сразу не бывает не получится к сожалению а а а а а а а Продолжение следует...